доброго всем утра 8 часов мы сегодня даже 8.35 уже мы сегодня даже проспали я тут супер грязная башкой но сначала растоплю котел потом уже пойду мыть голову вот сегодня все сама потому что родители уехали папе менять права наконец-то они уже с понедельника этим занялись понедельник ездили делали медкомиссию проходили там же где я вот на коммунаров возле им видео общем недалеко 1800 это стоит с утра поехали вообще там никого не было быстренько все пришли поехали в динскую в гаи а там все закрыто раньше был четверг выходной теперь уже понедельник вот так что они вернулись обратно стенской домой и вот во вторник поехали в госуслугах вера зарегистрировала они там пока подтвердили личность в общем куча 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 всяких этих бюрократических штук все а мы там задали только по математике по английскому ну давай учить на черновик дело хорошо но я сейчас математику и буду да да вот и в общем мы записали на четверг вот сегодня 8.15 но маме звонила 8.25 думала что уже они там все прошли но еще ничего не прошли так что ждут так афонечка уже проснулся он сегодня дома потому что у нас кашель был ночью даже с нами спал да сынок вот сейчас дома на работе сейчас уже бабушка с девушкой приедет девушка уже получил права новенькие сейчас придет покажет ты девушку напугаешь я уже помыла голову высушила сейчас покажу вам шампун который мне очень нравился даже мой муж заметил что он он и так пенится как будто знаете что как будто из баллончика пену для бритья выдавил то есть она настолько прям густая густая вот и что еще хотел сказать сейчас я расскажу хорошо что еще хотела рассказать что я там вообще стоят шампунь и понтит по акции желтый ценник написано 3 по цене 2 каждый за 179 рублей я взяла 3 специально за 179 рублей чтобы не путаться разные пришла на кассу они мне говорят 500 рублей я такая как бы считаю 179 плюс 179 вообще не 500 рублей вот оказывается там укручить все акции это такой лохотрон знаете когда мне в кошельке много денег я даже об этом не задумываясь просто покупаю все но когда я с собой беру мало денег мне нужно ну я-то понимаю что мне хватит да но я все равно считаю все и короче понимаю что все эти акции это лохотрон лохотронович и получается что я взяла одну за 250 рублей но в принципе тоже неплохая цена для 400 миллилитров по моему я тут смотрю да 400 миллилитров мне кажется неплохо но все же эти акции все фигня ничего там настоящего нет так что нужно прям проверять на кассе а я еще почему проверила то что мне было мало покупок обычно я косметики нагребаю особенно когда скидка 20 процентов каждое 15 число то я вообще-то могу много-много нагребте но из-за этого я знаю что допустим буду там много брать я и денег беру в кошельке соответственно а тут как бы так получилось что это все фигня эти акции ну по крайней мере у нас я мне деньги спасибо сынок так что вот такой вот он косметик обосрал короче не ну правда я прям столкнулась и мне как-то было не очень неприятно либо они не успевают менять ценники но хотя я еще спросила у продавца это все действует она гритда все что там все это действует но оказывается нет вот пошлите встречать бабушку и дедушку будешь пугать давай тоже спрячешь хорошо и ты спрячешься хорошо договорились покажи что там девушка тебя купила это что такое звездочка ножки натирать да Да. Этот мальчик заболел. Ножки ему дедушка натер звездочкой, да? Мама, да, натер. А, ты сам натер? Мама, да, мы тебе натер. Да? Да. А руки ты помыл? Нет. Да нет, это дедушка тебе, потому что натер. Я же видела. Расскажи лучше, как ты спал сегодня? Кашлял? Нет. С мамой и с папой спал, да? Да. Афонечка уже сам играет в гонки, да? Может, ты увлекаться на валу уже? Конечно. Да давали, бабулечка. А в воду? Куда? Воды. Воды? Да. Так, все, я Григория везу. Я шапку надел через полет, а не через зал. Да? Все, как я люблю. Я жду тебя, сынок. Вернее, ты меня жди в машине. Я сейчас обуюсь. В аптеке какой-то магазин игрушек у нас. Это там это Виолеттина сестра продает. А, да? Ты заходил? Да, я был. Ну ясно. Ну давай, зайчик, счастливо. Я тебя заберу возле или папа, хорошо? В школе жди. Ай, сиденья тебе нельзя. Куда? В школу? В Гришу. Гриша, следи за собой. Дождь лупит вообще конкретный. Целый день. И ночью даже, по-моему, шел. Сейчас с Афанечкой будем ложиться спать. Да? Че, ты не хочешь с мамой спать? А что ты хочешь с мамой? А что ты хочешь с мамой? Играть? Да. Ну мы чуть-чуть поспим, хорошо? Давай, ложиться. Так, я проснулась в день. Что-то у меня щелкает. Сейчас быстренько готовлю ужин. А Фонька еще пока спит. Вот я прям с ним спала на его кровати. Круто. Круто я поспала. У меня все такое хорошее настроение. Сейчас готовлю ужин. Каша в мультиварке. Крылочки порезала на порционные куточки. Ну, в общем, на фаланге. И сейчас их обжариваю с луком. Сейчас что-нибудь придумаю. Какой-нибудь соус замысу. И будет вот такой ужин. Так, вот мои крылочки. Хотя мы ужинаем. А Фонь, ты будешь кушать? Я особенно. Гриша особенно ест суп. Я один в садик пошел. Ну да. Так, едим гречку с мясом. С курицей тушеной. Ой, куриными крылышками. Мама, потом будешь. Сам будешь? Мама, потом. Потом будешь? Сейчас не будешь? Сейчас тушеной. Иди погуляй. Просто посидишь тут? Нет. Кто маме обещал, что выздоровит? Я буду. Когда ты выздоровеешь? Ладно. Завтра уже? Да. А сегодня еще чуть-чуть поболеешь? Да. Ох, Олесенький. Это моя любовь? Да. Что мы сейчас будем делать? Будем орешки кушать. Орешки кушать? А я буду орешки кушать. Ты уже накушался? Да. Да, так просил. Та просила орешков, да? Да. А я упаковала всех. Так, все, я загрузила елку. Перекинула, кстати, все файлы на компьютер, потому что просто забилась память. И хотела сказать, что я все пряники упаковала. Боже, это парочка. Я вообще не могу просто на нее налюбоваться. Я от них балдею. Они клевые. Даже очень. Вот еще все пряники едут в магазин. К вам, в гости. Что получилось? Розовая елка. Что почем? Пряник. Так, все, я отвезла в этот магазин пряники. Елку нарядила. Теперь еду домой. А я уже дома. Посмотрите, что тут делают мои мальчики. Они тут все моют. Тут не пеленки. Да. Где тебя носят? Тебя работает, а ты ездишь тут, а? Скуль, скуль. А елку? Ну, елку я ж туда в магазине поставила. Зачем? Ну, пряниками ее украсила. Решуль, что там случилось? Такая елка чуть-чуть. Покажи. Сильно? Такую чуть-чуть. Ну, он же приболевший, да? Ему же нельзя работать. Да. Кто кушает мясо? Вкусное мяско? Мама вкусно приготовила, да? Я думала, это абстрактная вещь. Ну, давай кушай. Я тогда сейчас разденусь. Хорошо? Так, сейчас обжариваем на сухой сковородке орешки. 150 грамм будем делать торт морковный папе нашему на день рождения. Так что вот так вот как-то, не знаю, если честно, как-то я не особо знаю, как это правильно делать, но как-то так. Так, вставай только со стола, сиди на стульчике. Мы, в общем, измельчили 150 грамм орехов обжаренных вот в нашем блендере. Афанасий помогал, да, сына? Да. Сейчас будем здесь 370 грамм морковки свежей тоже измельчать в блендере, да? Да. Ты поможешь маме? Да. А кому мы готовим тортик? Папе. Да? Да. У папы что, скоро день рождения? Да. Так, с горем пополам мы с Афаней измельчили морковку. Тут у нас все в морковке, в общем, вот в таком вот блендере, в чаше очень сложно ее измельчить, легче потереть на терке. Вот, это было в 150 этапов, все тут разлеталось, в общем, короче, неудобно, но мы это сделали. И орехи у нас измельченные, орехи было удобно измельчать. И теперь будем печь коржик. Сейчас я только привезу подсолнечное масло, потому что у нас оно заканчивается и не хватит его на тортик. В общем, будем делать морковный тортик. Сегодня только коржи, а завтра уже крем. Макаринец, там тесто! И на трусах, как... Это буря большая! Так, вот такое вот тесто получилось. Это уже третья часть, два коржа готовы. 25 минут, 180 градусов. И оно вот такое вот очень вкусное, даже сырое. Несмотря на то, что здесь морковка, но орехи все исправляют. В общем, вкуснятина. Так, я так долго не спала, ждала, пока остынут коржики. Получилось три коржа. Уже убрала их в холодильник. У меня нету, к сожалению, пищевой пленки. Сегодня хотела ее купить, но куда ни заехала, я не спрашивала. Нигде ее нет. Так что просто в обычных пакетиках. Вот, коржики отправились в холодильник. Хорошо завернуты. И я теперь тоже отправляюсь в холодильник. В общем, буду спать. Увидимся завтра. Кстати, там вложила в инстаграм, да, новогодних мишек, вот это вот все. И написала, что иду печь коржи для морковные коржи, как-то там так. Мне написали, что кто-то там тоже пек из моих подписчиков. И 50 на 50 было. Но, знаете, я не знаю, с каким кремом, да, лучше, но буду делать с нашим любимым крем-чизом. Потому что, мне кажется, сам крем-чиз делает уже половину вкуса. Даже больше половины. Он обалденный. Он прям праздник во рту какой-то такой состоит. В общем, это сырный вкус. Со взбитыми сливками. Очень вкусно. Так что будем делать с таким кремом. Просто будет морковный тортик вот с таким вот крем-чизом. И все. Вот так вот. И поэтому завтра будем это все пробовать делать. Вернее, завтра я, наверное, сделаю крем, а в субботу соберу. В общем, не знаю, как это будет. Наверное, так. Вот. Потому что с коржами чем лучше? Коржи любые бисквитные, любые полежат в холодильнике. Тем лучше там влага стабилизируется. И все такое, в общем, в сутки, а то и двое. Это вообще круто. Поэтому, может быть, завтра еще вечером делать крем. И в субботу уже вечером собрать все. Потому что в воскресенье только день рождения у нас. Вернее, не у нас, а Сергея Алексеевича, моего любимого. Вот. И, в общем, всем пока! Пока!